Доброго утречка всем! У нас уже пятница, время летит. Прямо день за днём не успеваешь перелистывать календарик отрывной. И вот, наконец, уже последний день перед выходными. И сегодня получилось так рано встало. Меня нечаянно разбудили в 7 утра, но я довольна, потому что на самом деле, кто рано встает, тот много чего успевает. Я уже успела переделать большинство дел к 9 утра. Я теперь могу смело выйти прогуляться, пока там где-то солнышко немножко светит. И пока настроение такое бодренькое. Так что беру вас с собой, как всегда. Будет такой опять пятничный влог. Первое, что я вижу, когда смотрю на муху, это как она валяется на кровати и ждёт, пока её погладят. И балдеет. Привет, машинцы! Чистила сейчас тоже утром домики. Меняла опилочки. Тут сено свежее. Надо ещё сходить купить еду для свиночек. Конечно, сейчас, когда я одна, мне довольно сложно все эти уборки производить. Но что делать? Вот взялась. Так что сто раз всегда подумайте, прежде чем заводить животных дома, насколько вы вообще сможете на протяжении многих лет за ними ухаживать. Потому что это, конечно, очень важно. Так, сейчас у меня тут есть немножко салатика. Давай-ка. Дам немного. Ой, упал. Немножко салатика дам. Выходите, выходите. Они все сейчас в домике прячутся, потому что там он как-то уютнее, довольно холодно. Только видно мордочки, которые там. Мордочки! Ну, зато им комфортно в домиках. Не комфортно хозяйке, которая их редко видит, но самим свинкам комфортно. Вот так у нас сегодня на улице. Сразу вспоминаются слова «Уж небо осенью дышало». Вот уже все ощущения этой совсем осени. Высокое такое бледно-голубое небо, прохлада, немножко солнца, куча листьев всяких разных, желтеньких. И я иду на почту, потому что сегодня опять нашла извещение у себя в почтовом ящике. А это значит, что либо посылочка из Германии, либо последнее колье, которое у меня застряло на Алиэкспрессе и все еще никак не может дойти. Вот сейчас и узнаем. Все-таки это была посылочка из Китая, та, которая у меня очень задержалась. У меня уже открыт на нее спор. Рада, что, в общем-то, она пришла, что не надо там заморачиваться с этим возвратом денег продавцу. Вот такое очень красивое колье. Сейчас покажу поближе. Вообще, наверное, надо снять и показать. Наверное, сниму, может быть, про него отдельное видео, а пока вот так в целом, как оно смотрится. Мне кажется, восхитительно. А также у меня продолжается переписочка с теми, кто хочет. Вот пришло письмо из Твери с такой замечательной открыточкой этого города. Это потрясающе красиво, конечно. Мне всегда так интересно смотреть, кто где живет, как все это происходит. В общем, прямо расширяется сознание. Понимаю, что земля не такая большая. Вот и такой календарик мне еще тоже прислали. Так, сейчас покажу поближе это колье. Оно не дешевое, но оно такое вот из тех, что здесь вряд ли что-то испортится. Потому что, во-первых, здесь металл, непозолота, который любит там стираться, чернить. И этот, так сказать, металл, который не заявлен как что-то посеребренное, значит, он тоже вот простой металл. Это замечательно. Я всегда только за такие. Здесь много... Очевидно, это пластик какой-то, который у них называется на Алиэкспрессе смола. То есть, если вы будете искать, набирайте, например, словосочетание колье смола. И тогда вы увидите множество таких интересных разных изделий, которые, кстати, вот почему-то вроде бы пластмасса, но не дешевые. Тем не менее, они смотрятся очень интересно. Мне кажется, достаточно будут актуальны и спустя там 5 и 10 лет. Потому что... Ну, потому что. То, что я так решила. Вот. Вот такая посередине здесь красивая. Очень красивые тона. Мне оно понравилось в первую очередь тем, что оно такое достаточно как бы и лаконичное. Именно в цветовом сочетании. Здесь нет большого разброса по цветам. Вот оно такое бледно-голубоватое, бледно-зеленоватое. Мне кажется, идеальный вариант. Вот летний и не только летний. В общем, довольно. Где-то есть такие вкрапления более изумрудных вещей. Тем не менее, это моя любимая такая цветовая гамма. Довольно оригинально. Ну, надо сказать, тяжеленькая. В общем-то, хоть и пластмассинки тут разные всякие, но тяжеленькая. Вот. Потом, когда буду снимать уже про него видео, оставлю ссылку. Вчера получила деньги, которые мне приходят с YouTube за рекламу на моем канале. И накупила опять всяких громоздких, потрясающих колье. Так что будет вам что через месяц показать. Теперь месяц они будут идти. И вчера получила вот, наконец-то, мой заказик Арифлеймовский. Парфюм 50 мл. Вот такое название. Моя судьба, я так понимаю. Переводится, наверное. Вот они были заявлены, что каждый флакон будет оригинальный, потому что там какие-то вкрапления, чего-то, там какие-то технологии. Но я ожидала, что зеленого будет побольше. У меня он практически белый, с небольшой вот такой полосочкой. Ну, все равно замечательно. Очень симпатичная у него крышечка. Такая интересная. И аромат, наконец, что же на себя представляет. О нем уже появились отзывы на фрагрантике. И они делятся примерно половина на половину. Кто-то хвалит, кто-то ругает. Вернее, говорит, что ничего интересного. Я бы, ну, как по мне, так, в общем, я даже рада, что он не оказался шипровый, как было заявлено. То есть он совершенно не одеколонистый. Он именно такой зелененький и свеженький. Сейчас мы его куда-нибудь нанесем. Еще раз я напомню себе. Мне он понравился. Может быть, конечно, если там разнюхивать, там есть какие-то такие довольно интересные нотки, которые не то, что отталкивают от себя, но, во всяком случае, как-то так заставляют настороженно принюхиваться. Потому что есть, есть там что-то такое интересненькое. Состав. Состав тоже расскажу, наверное, об этих духах подробнее. Поэтому просто пока вот так. В целом такой приятный зеленый свежачок. Цена у него достаточно большая в наших каталогах. Но была скидка, поскольку этот аромат только вышел. Поэтому решила, что надо. Несмотря на то, что их у меня очень много, но всегда это же интересно, попробовать что-то новое. Ну, вот примерно так. День продолжается, но уже стал пасмурный. Уже куда-то все пропало, солнышко буквально за час. Поэтому здесь уже теперь надо подумать, стоит ли идти на улицу. Любовь бесконечна вот этой фиалочке. Как она вообще расцвела, сколько бутонов. Потрясающая эта фантазийка. Замечательная, смотрите, какая она красивая. Она единственная, по-моему, сейчас практически цветет. Ну, не считая там еще маленькой фиалочки. Вот такой вот, которая тоже очень красиво цветет. Это сапфир, по-моему, если не ошибаюсь. Да, это сапфир. Вот он всегда такой. Цветы простенькие, но, по крайней мере, достаточно пышные. Остальное уже все. Ничего больше не цветет. И выглядит так достаточно грустненько, по сравнению с тем, что было летом. Я уже убираю даже лишние какие-то цветы, которые пытаются тут расцвести, чтобы они уже не отнимали силы, чтобы уже растение могло немножко отдохнуть. Обрезала китайскую розочку. Надо кое-что пересадить. Кстати, хорошо, что вспомнила. Нужно землю купить. Ну, вот примерно такой... Ой, такой у меня сейчас подоконник. В конце октября. Я на кухне занимаюсь домашними всякими делами хозяйственными. Но надо что-то приготовить на обед. Обычно у меня фантазии намного не хватает. Амадинки циц. Не шумите. Не шумите. Это у меня амадинки вот здесь. Птички мои тут шумят. Так как их 25 штук, или 24, что-то типа этого, то можете себе представить, какой здесь всегда шум гам. Но мне нравятся. Они такие заряжающие оптимизмом. Вот. И поэтому сегодня у меня единственное, на что хватило фантазии. Я вспомнила, что у меня есть картошка. Я ее отварю. У меня есть какая-то килька. Это будет очень вкусно. Картошка с килькой. Вот. Ну, и там что-то у меня на сладкое осталось со вчерашнего дня. То, что я покупала. Так что у меня вот такой сегодня будет небольшой обед. Для лентяев. Я ужасная хозяйка. На самом деле, совершенно не то, что не умею. Я умею готовить, но я не люблю. Мне кажется, это таким зря потерянным временем. Вот. Вот такие тоже бывают женщины. А вы говорите, хорошая. Какая я хорошая. Я ленивая. Коварится картошка в мультиварке. Это ужасно удобно. Я с вами могу еще немножко поболтать. Только, наверное, надо уйти из кухни. Здесь очень шумно. Вот она, мультиварка моя такая, самая простая. И это просто идеальная вещь. Потому что, так, давайте уйдем отсюда. От этих криков. Куда-нибудь перейдем в комнату. Потому что, на самом деле, спасает. Вот таких лентяев, как я, просто необычайно спасает. Привет, муха. Сейчас мы увидим муху. Мушенце. Привет, мушенце. Давайте посмотрим на муху немножко. Как она у меня тут вся валяется в одеялках и в подушках. И хочет ласки и внимания. Ну вот, картошка варится. А я могу с вами немножко поболтать. Мультиварка это, конечно, да. Спасение однозначно. Потому что очень удобно. У меня есть знакомая, которая купила несколько мультиварок, поставила. И в одной, скажем, варит суп. Во второй делает что-то второе. Там еще сладкое печется или что-то такое. Потому что у нее масса функций. И я в свое время как-то с таким... Ну, не то что трудом, но надо было заставить себя купить. Когда была какая-то акция, я думала, что вот куплю и будет стоять. Наверное, не буду особо пользоваться. Но потом оказалось, это безумно удобнейшая вещь совершенно. Во-первых, все чисто. Ничего из нее, как правило, там не выливается, не брызгается. Жир не течет там. Моется все просто легко, быстро, идеально. Тоже не надо отскребать эти бесконечные кастрюли, сковородки. Да, возможно, там сложно пожарить так, чтобы была бы корочка, скажем. Ну, вот как мы жарим картошку там или мясо. Но я думаю, что это даже и к лучшему. В общем, не надо нам этих корочек. Холестерина там много. А все, что тушится, все, что печется, варится, каши замечательно получаются. Они там вот приеют, приеют. И таких вкусных каш я ни разу не ела. Вот как те, которые сварены в мультиварке. Поэтому, если у вас почему-то либо ее нету, вот задумайтесь. В общем-то, вещь на самом деле необычайно полезная. И вот я включила, ушла. И мне не надо там бегать, волноваться, смотреть, что и как. Я даже, когда варю картошку и вообще любое блюдо, я стала добавлять очень часто лавровый лист немножко и тмин, который перемолотый до состояния пыли, хочется сказать, на блендере. Или как он там называется. Ну, что-то у меня с памятью. Вот. И немножечко совсем вот это вот тмин, он такой дает аромат. Вообще всем блюдам и мясным, и всяким разным. Я уже теперь буквально везде, куда можно. Даже в картошку. Пока она варится, она все равно будет очень вкусная. Так что, вот, попробуйте, может, возьмите на вооружение. У меня никаких секретов готовки нет, потому что я не готовлю. Но вот так иногда что-то понравится и хочется тоже с кем-то поделиться. Что у нас еще сегодня хорошенького? Да, ничего, пока день такой пасмурный. Хочется поболтать. Поболтать не с кем. Подруг беспокоит тоже не всегда. Получается, кто-то работает, кто-то себя плохо чувствует. И поэтому иногда вот так ощущается дефицит общения. У меня есть клиенты, но они приходят, а мне жалуются на свою жизнь. А мне кому пожаловаться? Ну вот придется немножко иногда вам поплакаться. Нельзя же меня вечно видеть такой веселой и оптимистичной. У меня тоже бывают всякие настроения. Иногда бывают довольно грустные. Иногда даже бывают такие полудепрессивные. Я, конечно, стараюсь их отслеживать и не впадать уже совсем в какое-то состояние печали. Но я понимаю, что человеку сложно с самим собой, потому что на самом деле, особенно когда он находится уже в каком-то одиночестве, у него есть слишком много времени подумать о себе, о своих переживаниях разных. И, конечно, лучше о них не думать. Лучше думать о чем-то или о ком-то, потому что когда думаешь о себе, всегда найдешь массу поводов чувствовать себя каким-нибудь несчастным. Поэтому вспоминайте о всех тех, о ком вы можете подумать или позаботиться, или позвонить, или поболтать. Но старайтесь немного жаловаться тоже своим друзьям и подругам, потому что всем хочется более чего-то легкого, более светлого. В меренных дозах, может быть, есть те, кто любит выслушать о чужих проблемах, заботах и печалях, но, наверное, не стоит этим тоже злоупотреблять, не стоит этим грузить своих близких вам людей. Хотя, конечно, поделиться очень хочется иногда. Вот для этого должны существовать всякие психотерапевты и прочие. Кому-то придешь, все, вывалишь и уйдешь весь в легком состоянии души. Или попутчики, как считается в железнодорожных поездах. Там, попутчик, ты его первый и последний раз в жизни видишь, ты можешь ему все рассказать, поплакаться, поделиться. И все, и ты снял груз с души, и больше вы никогда не увидитесь. Тоже как вариант. Или какие-то психологические группы поддержки, я не знаю, ананимные кто-то там. Особенно, мне кажется, что с возрастом, когда люди становятся более одинокими, это очень важно. Я плохо себя представляю, честно говоря, как у нас с этим обстоит дело. Я знаю, что нет такой особенной какой-то социальной поддержки именно для пожилых людей. Вот они сами по себе там где-то в одиночестве справляются со своими трудностями. И порой даже действительно им не с кем поговорить. И, конечно, это очень грустно. Что нету никакой такой... Может быть, из-за этого, кстати, я подумала, такая популярность у нас различных, хочется опять сказать, сект. Ну, ладно, пускай это будет называться... Это называется на латышском так часто драудзеба. То есть, ну, типа, сообщество друзей, да, если так совсем уже, вот как мне хотелось бы перевести различные там концессии. И даже их так много. Там разные адвентисты седьмого дня. Там какие-то мормоны, масоны, там неизвестно что. Ну, таких у нас почему-то развелось очень много. Наверное, это вот связано где-то тоже с тем, что человек, когда он остается один, у него проблемы, он находит там поддержку. Вот почему он там должен находить поддержку, почему он не находит ее, скажем, от того же государства. Лучше бы он организовывал какие-то кружки, группы, там, не знаю, танцы, посиделки, курсы вязания, курсы там чего-то еще. Но, по крайней мере, люди не попадали под зависимость, потому что, как бы ни было, все равно вот все вот эти сообщества такие с религиозным или прочим уклоном, они создают какую-то зависимость человека от самих себя. Иногда оттуда довольно трудно вырваться. Были у меня, тоже приходили, рассказывали случаи, когда даже угрожали. Ну, не везде так, конечно, я думаю, не во всех, но есть такие достаточно жесткие закрытые сообщества. Есть, у меня рассказывала моя свекровь, которая работает в службе самаритян, ну, то есть тоже ухаживает за пожилыми людьми, там, приносит еду, там, ходит в клинику, лекарства, убирает. И рассказала об одной знакомой, которая, ну, тоже, она там, у нее свой круг общения, она знает все это, что одна женщина завещала, ну, уже в возрасте лет 70, завещала свою квартиру этому сообществу, ладно, какому-то там, да, религиозной какой-то общине. Ну, по крайней мере, те оказались очень порядочными, они, как бы, сделали ей ремонт, они оплачивают сейчас ей квартиру, то есть ей вот эта маленькая пенсия, которая у нее там порядка где-то 130 евро, наверное, это очень небольшие деньги для Латвии, Риги, но только еле-еле хватает на еду, вот, но зато она может прожить, это ее выручило. А вот у меня был случай с родственницей, там, еще одна моя знакомая, там, она тоже как-то вот составила какое-то завещание, не завещание, но какое-то переписала на, я сейчас не вспомню, что это было, я даже не хочу вот так, как бы, огульно кого-то поругать, да, какую-то общину, но те у нее потом просто взяли, отобрали эту квартиру, она осталась на улице с маленьким ребенком, и защитить она себя никак юридически не смогла, потому что она это сделала добровольно, в здравом уме, что называется, твердой памяти, вот этот акт передачи своей квартиры в эту общину, и, как видите, бывают и такие случаи, то есть, истории есть разные, конечно, поэтому, я говорю, лучше бы государство заботилось о пожилых людях как-то у нас больше, чтобы мне надо было вот так метаться и думать, где и как можно себя там подстраховать, или где найти компанию людей, чтобы хоть какие-то поделиться своими какими-то печалями и радостями, вот так вот, ой, я наболтала, какая же я болтушка, я смотрю, уже там что-то 8 минут с лишним наговорила, все, давайте-ка я на этом закончу сегодняшний влог, потому что, очевидно, я буду продолжать заниматься домашними делами, уборкой, переборкой и так далее, и так далее, и так далее, вот, пускай будет сегодня такой день у меня, немножко рабочий, вот, отдыхать буду завтра, послезавтра, все, всего хорошего, хороших наступающих выходных, пока-пока!